Привет, друзья! Андрей Сротин, портал Goho.ru В 2019 году Железная Кухня возвращается в видеоформате И первый выпуск у нас будет про игровой ноутбук от компании Asus GL504G Который стоит у меня на столе Примерно месяц назад мне понадобилось съездить в Европу по делам И я написал ребятам из Asus, попросил их дать мне какой-нибудь новый игровой девайс Чтобы я смог и поработать, и поиграть, и в итоге обзор на него сделать Вот, спустя месяц делаем его Поехали! Как обычно, обзоры начинаются с обзора упаковки И комплект поставки этот не исключение Поставляется ноутбук в такой маленькой удобной коробке Кстати, использование малого количества картона, компонентов и оформления Оно удешевляет ноутбук на выходе, что и хорошо экологично И в принципе для нас с вами, потому что мы с вами меньше платим Сам ноутбук я уже достал, он вот так выглядит, мы чуть попозже на него ближе посмотрим И сейчас посмотрим, что же с ним идет Во-первых, идет конверт с так называемой макулатурой Здесь внутри есть приветственное слово о том, что вы присоединяетесь к сообществу Республики Геймеров Кстати, если вы не знали, когда вы покупаете от компании Asus продукты с брендом Republic of Gamers Это считается премиальный продукт И если вдруг у вас что-то случится, есть такое гарантийное обслуживание компании Asus Когда к вам домой приезжает курьер, сам забирает у вас устройство, отводит его в сервис И потом его вам возвращают Мне кажется, это круто Бумажка, в которой рассказывается про особенности ноутбуки G серии Гарантийный талон с приклеенным стрих-кодом Инструкция Очень необычная металлическая какая-то штука, которую нужно собирать Она запакована, я побоялся ее открывать, потому что ноутбук тестовый, мне его еще возвращать Но здесь можно собрать какой-то классный логотип в виде вот этого логотипа Republic of Gamers Какая-то большая инструкция, как это делать Она реально, она реально огромная Друзья, вот, смотрите Она просто большая, ладно, я ее уберу И еще одна бумажка про то, как включить ноутбук Тут сзади просто нарисована картинка И написано, нажмите кнопку питания Все Это макулатура Что еще? Аккуратный, не очень большой, но все-таки массивный до сих пор блок питания Хорошо бы без них вообще, но пока этого не случилось Провод питания Традиционный, в принципе, одинаковый Если вы давно пользуетесь компьютерами, у вас таких должно быть много И что меня больше всего удивило Это мышка ROG Gladius 2 У нас совсем недавно был обзор такой же беспроводной версии Это, к сожалению, проводная Красивую коробочку Я от нее за месяц использования куда-то уже дел Но это действительно круто В комплекте с ноутбуком идет офигенная классная мышка И она действительно крутая По комплекту на этом все Неожиданный сюрприз Это мышка Давайте смотреть, что же из себя представляет ноутбук Посмотрим Верхняя крышка ноутбука выглядит визуально Как будто по ней прошлись фрезой И разделена на две части Хотя тактильно Поверхность абсолютно ровная И ничем не выделяется За исключением логотипа компании Isus Который, к тому же, еще и подсвечивается На левом торце ноутбука присутствует разъем питания Сетевой разъем, мини-дисплей порт, HDMI Два разъема USB 3.1 и один USB Type-C Венчает все аудиоразъем на 3,5 мм Правая сторона может похвастаться С лотом для карты памяти SD Разъемом USB 3.1 и замком Kensington Lock Визуально снаружи в крышке есть небольшой разъем На котором видны индикаторы питания Чтение жесткого диска и авиарежим На прошлогодней выставке Gamescom Компания Isus представила обновленную линейку Игровых ноутбуков с новой графикой от NVIDIA Которая была показана там же впервые И тонкими рамками дисплея Можно сказать, что дисплей является Заманухой данной модели 15-дюймовый Full HD дисплей С частотой обновления 144 Гц И временем отклика 3 мс Это обычное явление для мониторов и дисплеев В 2019 году надо соответствовать И в играх и в программах дисплей ведет себя предсказуемо Передавая хорошее изображение без размытий и прочих неприятностей Рамки дисплея действительно небольшие Ввиду этого веб-камера, которая ранее располагалась на верхней грани монитора Перемещена в ее нижнюю часть вместе со встроенным микрофоном Помимо микрофона в нижней части экрана располагается и красивый логотип компании Но уже без всяческой подсветки Сердцем данного ноутбука является процессор от компании Intel 8-го поколения Intel Core i7-8750H с частотой 2,2 ГГц Видеокарта RTX от NVIDIA 2060 И аж целых 32 ГБ оперативной памяти Все свои данные и программы мы сможем записать на два устройства Это HDD и SSD соответственно на 1 ТБ и на 250 ГБ По начинке, наверное, все Начнем с того, что я считаю одним из самых важных в ноутбуках и вообще в устройствах Это клавиатура и тачпад Начнем с последнего Большой, широкий, с двумя механическими кнопками А я люблю именно механические кнопки, а не сенсорные Когда ты отчетливо понимаешь, что произошло нажатие Мне он понравился Расположен в чуть левее середине ноутбука Так что рука, лежащая на кнопках WSAD, не затрагивает его Клавиатура стандартно хорошая, почти полноценная, как моя внешняя Удобно вынесены кнопки регулирования громкости, выключения микрофона и вызова фирменного софта от ASUS Кнопка питания находится не на торце ноутбука, а внутри в верхнем правом углу Это хорошо и удобно, исключает случайное выключение или нажатие ASUS заявили, что кнопки клавиатуры вогнуты чуть-чуть внутрь Молота повышает удобство пользования Но я вогнутую сету не почувствовал, возможно мои пальчики слишком толстые для этого Уже упоминал про софт, но не будет ни для кого откровением, что им больше пару раз никто не пользуется Полезен для кастомизации клавиатуры, определения профиля использования, супер тихий или супер производительный и так далее Может там что-то еще полезное есть, но я честно не стал его изучать, простите меня за это В играх данный ноутбук показал себя достойно Battlefield 1 на максимальных ультра настройках, счетчик кадров уверенно держался на отметке свыше 100 Во время крупных замесов и батальных сцен опускался до 90 в секунду, но это наверное ему простительно Apex Legends также на максимальных настройках уверенно держал более 100 кадров в секунду Это и понятно, игра не блистает насыщенными сценами с большим количеством людей на одном экране одновременно Tom Clancy's The Division 2, именно в нее я провел больше всего времени, играя на этом ноутбуке Игра не вызывает никаких нареканий и вопросов к железу вообще На максимальных настройках счетчик кадров в секунду плавает от 60 до 90 в зависимости от освещения и количества мяса на экране Подводя итог, Asus GL504G является органическим продолжением серии с обновленной видеокартой Все его достоинства были сформированы предшественниками, компания же только заменила видеокарту и провела работу над дисплеем Стоимость данного устройства на момент написания обзора начинается со 130 тысяч рублей на сервисе Яндекс.Маркет За эти деньги мы получим легкий 15-дюймовый игровой ноутбук весом 2,5 кг с процессором Intel Core i7-8750H, видеокартой 2060 Если вы задумались о таком варианте, можно смело рассматривать, хотя я бы присмотрелся к варианту с 17-дюймовым экраном Он чуть побольше и, как по мне, поинтереснее От портала GoH.ru можно смело дать награду за отличное решение данной модели ноутбука На этом у меня все, с вами был Андрей Сиротин, портал GoH.ru и первый выпуск Железной Кухни в 2019 году Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и обязательно оставляйте комментарии Мне очень важно и интересно ваше мнение Железная Кухня будет у нас продолжаться и в скором времени увидимся Пока! Продолжение следует...